О том, что такое тоталитарные секты и почему они представляют очень большую опасность, прежде всего для молодежи, есть необходимость говорить, потому что эта тема не теряет своей актуальности. Славянская молодежь узнала много нового интересного об этом, побывав на встрече с известным российским исследователем современного религиозного сектанства. Если бы было нужно найти лучшего докладчика по теме тоталитарных сект, то, наверное, трудно найти более авторитетного и знающего человека, чем православный богослов, общественный деятель, писатель, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Леонидович Дворкин. Собравшиеся в Большом зале городского Дома культуры славянцы, больше всего было здесь студенческой молодежи, с огромным интересом слушали прекрасного докладчика. Автору многих книг и статей было что сказать о тоталитарных сектах, которые представляют реальную угрозу личности, семье, обществу и государству. Секта опасна на уровне личности, потому что они превращают личность в орудие в чужих руках. Секта опасна на уровне семьи, потому что они разрушают семьи, секты не терпят конкуренции, а семья это всегда конкуренция, человек больше предан своей семье, значит нужно разрушить это, чтобы человек полностью принадлежал секте. Секта опасна для общества, потому что в отличие от традиционных религий, которые обогащают общество, секты ничего ему не дают, а только тянут из него соки людские, финансовые и прочее, как раковая опухоль в организме. И секты опасны на уровне государства, потому что каждая секта является мини-государственным государством со своими законами, со своими правилами. Время сейчас очень непростое и тоталитарные секты активизировались. Самое главное для них – поиск новых приверженцев. И этому можно и нужно противостоять. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вам обещают много всего сразу и бесплатно, то скорее всего вас хотят обмануть. Если от вас требуют принять решение сейчас немедленно, потому что потом будет поздно, значит вам просто не хотят дать время подумать и разобраться, нужно вам это или нет. Если незнакомец или недавний знакомый по интернету, по соцсетям ведет с вами как лучший друг, то нужно помнить, что скорее всего это неискренне. Ребята задали множество вопросов Александру Дворкину об особенностях современных сект, о том, как не попасться в сети опытных вербовщиков и как помочь тем, кто уже состоит в той или иной секте. На все вопросы были получены подробные исчерпывающие ответы. Встреча была важна, так как данная тема актуальна среди молодежи, также среди социальной сети. Было очень много сказано, как избежать попадания в секту или как помочь человеку, который попал уже в секту. Также много нового узнали о церкви православной, то, что стоит делать, чего не стоит делать. Разрушается личность человека, забирается все, абсолютно все, деньги, этих людей просто полностью отдаляют от семьи. Они остаются одни, то есть в эти моменты им не помогает никто. Если вот родные люди, которые рядом с ними были, они могут до них достучаться, то им повезло. Встреча заставила молодых людей задуматься, новыми глазами взглянуть на эту актуальную проблему. И думается, вся полученная ими информация будет очень полезной и поможет избежать опасных случайностей, которые могут сильно испортить жизнь. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа События.